Сельское хозяйство 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 Птицеводство крайне важное направление сельского хозяйства Куриное мясо россияне употребляют в тысячу гораздо чаще любого другого мяса А куриные яйца есть в доброй половине продуктов, лежащих у нас на прилавках в магазинах. В Краснодарском крае очень много предприятий, которые занимаются переработкой и выращиванием куриц. Моя задача – узнать, на каком уровне находится эта отрасль и есть ли в таком древнем ремесле место новым технологиям. Вдумчивый зритель уже наверняка догадался, что разведение и переработка птицы на Кубане – это отрасли преуспевающие и весьма современные. Ведь будь это не так, в нашей программе попросту не о чем было бы рассказывать. Сегодня мы познакомим вас с технологиями, благодаря которым продукты птицеводства, выпускаемые в Краснодарском крае, имеют высочайшее качество и великолепный вкус. Ну а начнем мы, пожалуй, с промышленного выращивания цыплят. Лично я люблю куриное мясо и ем его практически каждый день. Но знаете, в наше время не так-то просто найти хорошую курицу. Дело в том, что бройлеры, которых мы покупаем в магазинах, зачастую водянистые, пресные, в общем, невкусные. Чтобы курятина была сочной, нежной и вкусной, птицу нужно выращивать по особой, правильной технологии, как это делают здесь, на Адлерской птицефабрике. Разведение цыплят только на первый взгляд кажется простым занятием. На самом деле, это целая наука. Прежде всего, птица должна быть особой породы, с правильной генетикой. В этом случае, сама природа способствует тому, чтобы курочка выросла мясистой и аппетитной. Но, увы, порода птицы – это далеко не залог успеха. Крайне важно то, как протекает процесс выращивания цыплят. Чтобы курица удалась на славу, птицеводам необходимо соблюсти целый комплекс условий. Одной из важных составляющих правильного выращивания цыплят является вода. От того, какую воду пьет ваша курица, напрямую зависит вкус ее мяса. Здесь цыплята пьют исключительно чистейшую артезианскую воду, что хорошо сказывается на качестве их мяса. А вот если ваша курица будет пить грязную воду из копытца, нет, козленочком она не станет, но будет очень невкусной. Так уж распорядилась природа, что вода в артезианской скважине Адлерской птицефабрики имеет потрясающее качество. Она средней жесткости и богата микроэлементами, такими как цинк, марганец, медь и даже бор. Эта минерализованная вода положительно влияет на качество мяса цыплят и приходится птице по вкусу. Да что там птица, людям эта водица тоже нравится. К примеру, на предприятии гордятся историей, когда в 50-е годы прошлого столетия птицефабрику посетил один из партийных лидеров СССР Анастас Микоян и особое свое внимание обратил именно на воду. Он пробовал нашу воду и сказал, это замечательная вода, я такой воды нигде не пил. Чистейшая, горная. И вот это влияет, конечно, на качество мяса. Так что вкусовые качества очень зависят от нашей воды. Правильное паение – это лишь одна из составляющих успеха. Чтобы курица была вкусной на протяжении своей жизни, она должна как можно реже испытывать стресс. На многих птицефабриках круглосуточно горит свет, что создает определенное удобство для работников, но дискомфорт для цыплят. На кубанских же предприятиях для птиц имитируют наступление дня и ночи, выключая свет минимум на 6 часов в сутки. Это способствует сохранению биоритмов животных и положительно влияет на их самочувствие. Казалось бы, такое простое внедрение. Зато сколько пользы. Цыпленок-броллер, у него очень быстро идут обменные процессы. Мышечная масса быстро растет. Поэтому цыпленку нужно отдыхать, как и физически, так и психологически. Мы доводим до 6 часов темноты. То есть приближаем пребывание цыпленка в корпусе к более естественным. Опять же, все это плодотворно влияет на качество мяса, вкусовые его свойства. Крайне важный момент – это специфика кормления цыплят. Они должны есть столько, сколько пожелают. Поэтому здесь их кормят непрерывно. Чтобы цыплята всегда были сыты, процесс их кормления происходит автоматически. На кормушках установлены специальные датчики, которые отвечают за распределение корма. Как только в лотке освобождается место, в тот же миг в него подается новая порция. Вообще, в вопросе кормления значение имеет не только то, как часто едят цыплята, но и то, чем, собственно, они питаются. Здесь, на кубанском предприятии, птицу кормят исключительно натуральными растительными кормами. Правильное сбалансированное кормление – это залог успеха выращивания бройлеров. В частности, наше предприятие использует корма отечественных наших производителей, кубанских производителей, в которых содержится только зерновая часть и витаминно-минеральный комплекс – ничего лишнего. При выращивании бройлеров очень важно контролировать температуру на ферме. Летом помещения должны охлаждаться. Жара очень пагубно влияет для цыпленка. У нас в крае в основном животных охлаждают за счет распыления воды. Здесь, в Сочи, так сделать не получится. Здесь очень высокая влажность воздуха, поэтому жара переносится очень трудно. Местные специалисты нашли выход. Они применили специальную систему микроклимата. Чтобы создать оптимальные условия для своих подопечных, на Адлевской птицефабрике регуляция температур осуществляется за счет множества вентиляторов, контролируемых специальным компьютером. Микроклимат на ферме не постоянен, а изменяется по мере взросления цыплят. Так устроены птицы. Если однодневному бройлеру уютно при 33 градусах тепла, то 40-дневному для комфортного существования необходима температура в 18 градусов по Цельсию. На всем протяжении взросления цыплят система постоянно снижает температуру. Мы по всей длине корпуса вешаем протяжные вентиляторы. И тем самым, за счет скорости потока воздуха, снимаем тепло непосредственно с птицы. Система очень действенная, очень хорошо работает. Птицу мы в жаркий период не теряем. Только так, благодаря правильному содержанию птицы, благодаря сбалансированным кормам, чистой воде и поддержанию нужных температур можно получить по-настоящему качественное и вкусное мясо. Да, на Кубани цыплят выращивать умеют. Но как дела обстоят с другим незаменимым продуктом? Далее речь пойдет о яйцах. Куриные яйца – это незаменимый продукт. К тому же недорогой. И, если так можно выразиться, весьма многофункциональный. Мы используем его в приготовлении тысяч различных блюд. Яйца в промышленных масштабах производят уже очень давно. Но только теперь, с появлением на предприятиях сложнейших технологий, их качество значительно выросло. Потребитель больше не рискует получить невкусное, треснутое или пропавшее яйцо. Что же это за технологии? Сейчас покажем. И сделаем это на примере современной и весьма продвинутой птицефабрики «Новороссийск». Чтобы курица давала качественное яйцо, она должна быть идеально здоровой. Чтобы курица была идеально здоровой, ей нужно создать идеальные условия содержания. Здесь, на этой птицефабрике, к этому вопросу отнеслись, ну, очень серьезно. Здесь, в Новороссийске, как и на Адлерской птицефабрике, климат в помещениях контролируется исключительно компьютерной системой. Она постоянно поддерживает влажность воздуха на уровне отметки 55%. А температура в корпусах круглогодично составляет 22-23 градуса тепла. Это идеальные параметры для содержания яйценоских кур. Благодаря созданию таких условий, птицы не только здоровы и несут качественные яйца. Они еще и более плодовиты. Ведь если несушке жарко или холодно, то свою энергию она тратит на терморегуляцию. На воспроизводство у нее просто не остается сил. Когда температура холодная, то курица пытается себя согреть, то есть на себя будет тратить, а не на яйцо. Пища, которую употребляет несушка, напрямую влияет на вкус яйца. На подобных предприятиях зачастую птицу кормят чем попало. Костной мукой, крахмалом, модифицированной соей. Это, конечно, не оставляет ее голодной, но здоровье птице это не придаст. Здесь же, на современном кубанском предприятии, птицу кормят растительным кормом, причем собственного производства. Как известно, чтобы быть уверенным в том, что ты ешь качественную пищу, лучше всего эту пищу готовить самому. Так и здесь. У Новороссийской птицефабрики есть свой собственный комбикормовый завод. Корм для несушек они делают из пшеницы, ячменя, кукурузы и еще одного очень полезного злака – тритикалия. Все это выращено на Кубани. Об этом даже говорить не стоит. Эти корма полезны и безопасны для здоровья корм. Что важно, яйца у несушек, которые питаются правильно, получаются действительно вкуснее и полезнее. Более того, новороссийские птичники научились производить яйца, дополнительно обогащенные йодом, селеном, фтором и другими полезными веществами. Ничего сложного в этом нет. Просто они добавляют в корм несушкам эти минералы, и птица передает их яйцо. Такой полезный продукт, пожалуй, можно даже продавать в аптеках. Вспомните, раньше, покупая яйца в магазине, мы нередко могли наткнуться на яйцо с трещиной, или же яйцо нестандартной формы, или же грязное яйцо. Теперь это исключено, ведь на современных кубанских птицефабриках появились вот такие вот сортировальные машины. Что ж, рады вам представить «Омния-250». Сверхсовременная сортировальная машина. Настоящий многозадачный конвейер. Главная ее цель – проверить яйца на качество. Сначала испытуемые попадают в вовоскоп, аппарат, в котором их просвечивают, и машина принимает решение о том, какие яйца отбраковать. На этом этапе отсеиваются двухжелтковые яйца, экземпляры неправильной формы, образцы, в которых белок смешался с желтком, или обнаружены вкрапления крови. Затем яйца ожидают следующее испытание, где продукт проверяют на наличие трещин в скорлупе. Каждое яйцо простукивается молоточками с трех сторон. В каждом соляной дисплей микрофончик. Высчитывается средняя частота звука, и машина определяет, то есть битое яйцо, целое, либо с насечкой небольшой, то есть чуть-чуть расколотое. Если кандидат проходит и эту проверку, то он отправляется на процедуру взвешивания. Когда вес яйца установлен, машина ставит на него печать, тем самым присвоив ему ту или иную категорию. Затем прошедший все круги ада счастливчик, опять же без человеческой помощи, обретает упаковку. Продукт готов. Удивительно, но все эти процедуры делает одна единственная машина. И делает, надо сказать, очень быстро. В час она проверяет и упаковывает аж 90 тысяч яиц. Раньше, когда таких машин не было, люди сортировали яйца вручную, оценивая их на глаз. Количество и качество выпускаемой продукции при этом, конечно же, хромало. Тельский фактор я не исключаю и вручную могли пропускать, где-то здесь машина отсеивает все. То есть получается на выходе идеальное и все, то есть она чистая, не битая и как бы негрязная. Не так давно на кубанских птицефермах появились сложные компьютерные системы и современное оборудование. Но знаете, это не погоня за новыми технологиями. Это забота о потребителе, ведь благодаря всем этим внедрениям яйцо, которое мы употребляем в пищу, стало качественнее, полезнее и, что немаловажно, вкуснее. Птицеводство – это далеко не только куры. На Кубани разводят индеек, гусей, перепелок и уток. На последних остановимся подробнее. Дело в том, что в содержании уток есть одна большая сложность – гигиена. На крупных фермах, где находится сразу по нескольку тысяч птиц, возможности содержать их в чистоте практически нет. Из-за этого пернатые нередко болеют, что отражается на качестве мяса, которое мы с вами едим. Как это ни странно, главный враг утки – это ее же померки. Чтобы было понятно, обычно птиц держат на полу, на соломенной подстилке. Солома эта меняется довольно редко, поэтому на ней находится большое количество отходов жизнедеятельности птиц. Когда утка ходит по помету, ей начинает разъедать лапу. На них появляются ожоги и раны. Через них птица может получить серьезное заболевание. Она чувствует в полном себя дискомфорте. Она постоянно кричит, не садится, не отдыхает. Естественно, никому не понравится ходить босиком по углям. Ну, примерно, вот это примерно так. Когда птицы живут на полу, они в буквальном смысле этого слова копошатся в собственном помете. Это негигиенично. И из-за этого птицы могут болеть. Птицеводам приходится их лечить, а это проблематично. Но здесь же, на этом предприятии, эту проблему решили очень просто. Чтобы птица всегда находилась в чистоте и не соприкасалась с пометом, здесь, на ферме, в станице Брюховецкой, применили так называемое сетчатое содержание птиц. Технология, ну, очень проста. Никакой салона. Утки ходят по сетчатым полам. Их лапы находятся в целости и сохранности. Птицам комфортно, и поэтому болеют они значительно реже. По какой-то необъяснимой причине, раньше в России, в промышленном производстве, никто подобный способ содержания уток не применял. Кубанцы в этом деле оказались первопроходцами. При сетчатом способе никаких проблем нет. Помет не лежит на полу, он проваливается сквозь решетки. Казалось бы, элементарное приспособление. А сколько пользы. Провалившись сквозь сетки, помет не залеживается. Он постоянно удаляется специальным скребком. В помещениях нет спертого и неприятного запаха. А это, соответственно, положительно отражается на здоровье и самочувствие уток. Вообще, эти существа очень любят чистый воздух. Поэтому ферма постоянно продувается целым комплексом промышленных вентиляторов. Естественно, этим процессом руководит не человек, а компьютер. Кто же еще? Чтобы в итоге утиное мясо получилось идеального качества, утку нужно очень правильно кормить. Понятно, когда у вас одна утка, сделать это не составит труда. А если их 17 тысяч, что делать тогда? Выход есть. Нужно сделать так, чтобы за кормление отвечал не человек, а компьютер. Да, опять компьютер. Пожалуй, уже никого не удивит, если восстание машин, предрекаемое в голливудских боевиках, начнется именно с кубанского птицеводства. Уж слишком много развелось в этой сфере искусственного интеллекта. Ну, а если серьезно, то такое положение дел не может не радовать. Эта отрасль сельского хозяйства Краснодарского края действительно очень современна. Но, к слову, не за все здесь на ферме отвечает компьютер. Пьют утки, например, без посторонней помощи. Но и тут не обошлось без технологических изысков. На предприятии применили так называемое ниппельное поение. Суть его состоит в том, что вода из паилки начинает течь только тогда, когда утка подносит к ней свой клюв. Это, кстати, опять-таки важный шаг по поддержанию чистоты на предприятии. Нет запаха, нет болота. То есть, они когда подошли, они попили, потекло сразу им, то есть, в рот. Они уже не купаются в этой воде. Сырости нет никакой. Содержание уток – работа не из легких. Но, поверьте, конечный продукт стоит этих усилий. Любой покупатель, приобретая мясо утки, хочет, чтобы оно было качественным и полезным. Но у него нет никаких гарантий, потому что выращивать такую птицу – очень сложный процесс. Проще говоря, утку очень легко испортить. Здесь же, на Кубани, освоили такие методы, благодаря которым утиное мясо всегда будет качественным, полезным и вкусным. Все, теперь мясо утки, покупка его перестала быть лотереей. Итак, подытожим. В настоящий момент птицеводство Кубани прибывает во всеоружии. На смену устаревшим фермам пришли сверхсовременные птицефабрики. А тяжелый ручной труд сменили технологичные машины и аппараты. Краснодарский край занимает лидирующие позиции по выращиванию и переработке птицы в стране. И это далеко не предел. Как выяснилось, птицеводство в Краснодарском крае сейчас находится на самом высоком уровне. Точные компьютерные системы, современное оборудование, идеальные условия содержания птицы – все это делается для создания по-настоящему качественных продуктов. Для нас с вами. Меня зовут Артем Скляр. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok